полный контакт с владимиром соловьёвым сейчас нужна экономика мобилизацион 100 процентов точно так же как рим когда я не знаю будет ли это плохо для демократии но ты знаешь какой я демократии мне нужно демократии я знаю сейчас не это мой главный вопрос не демократии вот мне совершенно все равно какой строй в стране я откровенно это демократия диктатура тирани плевать эффективно не эффективно она работает и развивается все все остальное неважно я понимаю что нас сейчас проклянут все те для кого само по себе слово демократия это некоторые фитиш на который над молиться могу лишь напомнить что сократа отравили демократическим путем и гитлер власти тоже пришел демократическим путем если уж на то пошло и демократические парламенты британии франции занимались активным поощрением работорговли и геноцида всех кого только дотягивать вообще никаких про эффективно не эффективно время в ситуации когда возникала война я согласен водили диктатуру называли этого чека императором потому что ее надо диктатуру не диктатуру на ужесточает слушая на западе сейчас диктатура объективно вот на западе реально диктатура у нас до сих пор или так а у нас уже все хуже у нас прям ну слушай у нас сомнений нет необходимо молимся на чтобы не было не дай бог нарушения но ты же начал ты очень правильно начал вот со сравнения первого вторжения монголов точно точно сформулирую ребята мы нам победить нам шашечки или ехать вот соблюдение правил не является ни в малейшей степени на сегодняшний момент аргумент в этом плане мы наблюдаем не только подготовки к удару по приднестровью но и удары по российской территории конечно удары по российской территории и по приднестровью а и по всем нашим войскам и по донбассу наносится с применением гор оружия которые туда поставляют западные страны правильно правильно поставляет открыто не стесняясь летального честно говорят что она поставляется для того чтобы нас уничтожить более того я с интересом посмотрел разные исследования на тему того зачем это надо перевооружение американского оборона промышленного комплекса рынки европы скидывание продукции на украину чтобы она вся там заодно и по россии отстрелялась а потом забивание этих рынков американской продукции я кстати верю в то что все эти расчеты абсолютно правильно об этом много раз говорили об этом и китайские аналитики предупреждали об этом и сами американские политики честнейшим образом говорили точно так же как они еще с клинтона говорили что они делают с нашей страной и зачем а мы радостно улыбались и продолжали помогать им в этом у меня вопрос скажи пожалуйста а вот эти все люди в этих всех странах в том числе помянутая тобой лист раз или не помянутый тобой джонсон или сегодняшняя администрация нашего доброго друга байден или обама лично персонально чьи люди управляют америка или тех кто управляют германией но все те люди которые посылают вооружение для того чтобы она била по нашей стране даже чем рискуют но вчера не это за не вчера путин очень четко сказал могут нарваться вот я скажу так путин слов на ветер не бросает если кто-то еще не верю вот хотелось бы надеяться что не придется сразу топить англию чем-нибудь помельче да ну ладно я прекращай так хорошо начало вдруг прекращай уж давай крупным помочь я люблю британских собачек давай собачек вывезем отдельно поэтому с моей точки зрения уничтожать надо тех кто командует всем этим эшелоном полный контакт с владимиром соловьевым а у нас на связи дмитрий дробницкий дим что сегодня какую гадость нам скажет байден 1745 по москве мы что особенно ничего нового он не скажет вот потому что у них там все-таки пока еще общего согласия нет я заметил вот какую вещь после того как блинкин и остин съездили ну скажем так мы не знаем куда они съездили мы не знаем точно куда они съездили значит во всех практически новостных агентствах но во всех средствах массовой информации американских которые выходили чьи корреспонденты сопровождали значит лойда остина министра обороны сша и энтони блинкина главу американской дипломатии они говорили примерно одно и то же что им было запрещено говорить о поездке до ее окончания что они прилетели в польшу потом их куда-то везли значит потом они сидели в неком месте в польше в месторасположение которое нельзя было раскрывать вот после этого им запретили значит на самом деле ехать вместе с американской делегацией которые погрузились в автотранспорт и куда-то уехали а вот а те ждали их на месте поэтому в общем подтвердить где происходила встреча часто сказать невозможно а вот поэтому ну это я так я так сильно надеюсь что все-таки это происходило значительно западнее киева а вот но после этой повестке поездки произошло некая некий в деткой некий все-таки сдвиг в настроении во всяком случае вот в вашингтоне в эстеблишменте в медиа произошел некий сдвиг они но скажем такое мало эфирное слово оборзелись у них появилось ощущение об этом прямо пишет так сказать там cnn пишет об этом пишет значит нью-йорк таймс там другие издания они говорят о том что если раньше поставка различного рода тяжелых вооружений так сказать там другая там поддержка вооружениями серьезными киева считалось ну в некотором смысле опасный потому что ну чё злить владимира путина ну вот вдруг он вас тебя воспринято как эскалацию после этой поездки в общем ситуация стала немножко другой уже как бы не то чтобы этого не бояться но это не воспринимают как фактор и вот уже были кадры которые прошли по телеграм-каналам по всем и в том числе по по телеграм-каналу соловьев там что вот эти вот гаубицы которые готовят значит соответственно к отправке оружие серьезное то что там подтвердили что это 144 тысяч снарядов это просто море огня это море огня просто вот ну я не знаю там надо посмотреть чтобы историки нам военные подсказали сколько вообще мы пролили на нацистов в ходе операции багратион вот чуть ли не столько же то есть это очень много всего да вот поэтому вот это вот немножечко оборзевшись такая оборзелость так сказать с их стороны она она появилась то есть мы мы можем мы можем больше всего то сказать больше больше всего делать с другой стороны насколько я понял по настроениям тамошним после поездки джонсона во первых потом который реально пацан посмелее да все-таки погулял по киеву вот но у него и ситуация по отчаянии и после значит соответственно этой встречи непонятно где на фоне затянутых встреч пленку поддонов там вот выступал блинкин пресс-конференцию да вот они конечно наверное все-таки достаточно реалистично особенно ости наценили ситуацию на фронтах в общем как бы им им ситуация стала более-менее ясно тети разговора зеленского шуму отдайте нам оружие мы сейчас как пойдем в контратаку по всей видимости не воспринимается всерьез вот и но вместе с тем вот совершенно точно возобладала в вашингтоне то партия которая которая говорит нет ребята украину мы будем жечь дотла до конца вот вот как бы выжженная земля еще русским достанется только то что они выгрозу вот только то что вот как бы уже мы сожжем дотла вот я сейчас отключаясь к хиру слушал вот это ужасное совершенно развернулись начали сжечь музей ну вот когда нацисты отступали с украины 43 для убережни вот приказ был ровно такой же жечь все вот просто все поскольку угнать с собой мы ничего не успеваем потому что после минус фронта после курской дуги значит на курской дуга это такое вообще на и название ну понянусь и понимаем о чем это раз речь на остановить продвижение фронта невозможно давайте сжечь и вот эта вот тактика выжженной земли я думаю что она сейчас взята на вооружение все разговоры по поводу того что россия не достигает военных целей а украина значит преуспевает их переводить с англосаксонского на 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 русский нужно следующим образом ребята жгите жгите украинцев потому что но по сути дела кто такие украинцы я смотрел много интервью пленных захваченных в том числе на канале соловьев life и там на других дружественных каналах ребят но в плен попадают оболванены обманутые и переживающие жесточайшую психическую травму русские мужики по сути дела которых обманули которым объяснили что они некие украинцы или укр и которые почему-то должны ненавидеть русских и и и и стрелять их вот но там нас батальоны это отдельное дело это это вот это вот дух дивизии галичина таспетель и галиция он к сожалению так и не был вытравлен не при советском союзе не 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 позже естественно народ но но вот регулярные регулярные части которые там сопо вот реально это как бы обманутые оболваненные русские мужики и сколько их там на самом деле сейчас полегло под мариуполем под донецком под луганском сколько сейчас еще их там попадает в окружении в неминуемые фактически это тяжело сжечь и их тоже то есть на самом деле это ведь не только сопротивление владимиру путину истощение как они думают военной машины россии это еще и попытка по максимуму по максимуму этот регион ослабить лишить его мужчин надежды нанести ему максимальную морально психологическую психическую травму сделать так чтобы вот это вот чтобы вот россия не смогла быстро эффективно максимально а этот регион восстановить освоить превратить его в в ну в то в то в то что что мы видели на самом деле в российских регионов последние годы развитие инфраструктура занятость вот все то чем чем собственно говоря понятно занимались власти и и над сказать ускорение этого процесса и ускорение этого процесса 2014 год придал очень серьезно конечно то есть очень серьезно вот вот просто даже по километрам дорог и по штукам заводов даже по мегаваттам потребления энергии заводами новыми видно что после 2014 года стало понятно что никаких отмазок уже больше как бы вот нету к этому развитию и все равно на самом деле сопротивление было это понятно потому что люди привыкли опять же люди привыкли люди людей так учили вот кстати мы говорим о том что обманули так сказать еще один русский народ вот украинский и сказали им вы укры вы вы против русских вы должны их не ну вот это все что что я сейчас скажу но послушайте но наш наш народ то который живет на территории российской федерации и который занимается экономической деятельностью ведь тоже обманули но ведь они заканчивали вузах которым в которых преподаватели так сказать это не только всем известный вуз но и многие другие вузы которые если они специальность более-менее имеет отношение к экономике им рассказывали то что написано в западных учебниках их учили по томасу фридману а вот их учили так сказать по многим другим так сказать гуром на его либеральной экономики и в общем то объясняли ну вижу понимаете что есть международное разделение труда что без него никуда что наша задача в него строится что мы вот это вот продадим остальное купим нет это хорошо конечно что у нас строится завода это неплохо но в целом но вы же понимаете что мы никогда не будем производить процессоры что мы никогда не будем производить так сказать понятно точно металлообработки и так далее чтобы на самом деле вот мы Мы должны встроиться туда. Пропало вот это постоянное повторение, что ничего русского хорошего быть не может, но осталось вот это международное разделение труда, то, что действительно наиболее высокотехнологичные вещи, мы должны импортировать. И это продолжалось вплоть до начала спецоперации. И таких людей выпускали из вузов. И эти люди, а ведь еще до 2014 года, как обучали этому, попадают в экономику, они попадают в бизнес, они попадают на административные должности, может быть, на не самые высокие, в правительство, в местные какие-то органы власти. Которые отвечают за экономику. Как устроена у них голова? Вот когда мы говорим сейчас, что нам нужно будет производить прямо излечение целых регионов там, к юго-западу от наших нынешних государственных границ, нам ведь придется проводить, так сказать, еще и излечение очень многих людей, которые не виноваты в том, как они думают на самом деле. Они ведь по-хорошему не сами выбрали быть такими глобалистами, антиимпортозаместителями. Их так учили. Ну, студент, если он прилежно учится, он же должен слушать преподавателя, правда? Он и слушал прилежно преподавателя. Вот. Уж из каких, как сказать, уже с каких сомнений, из каких, какие мотивации были у преподавателя, это другой разговор. Это надо разбираться. Как так получилось, что в ВУЗе была такая программа. Вот. Хотя мы понимаем, что эта проблема очень комплексная, что она касается очень многих наших, наших аспектов нашей жизни. Но студенты, в подавляющем своем большинстве, они в своих мыслях о том, что вот как все устроено в мире, как все устроено в России, и что в России может быть, а что в России не может быть никогда. Вот. Большинство молодых людей, которые только-только вступают в жизнь, они не миноваты. Вот я, ну, когда я с молодежью разговариваю, они ведь многие из этих знаний, я говорю, вы где это, что это, вы что, как бы, какие-то сетки читаете, телеграм-каналовские? Нет, говорят, нет. Почему? Наш преподаватель, например, нам рассказывает. Да, то есть, еще раз, нам вот еще и с этим придется заниматься. Этим надо действительно заниматься всерьез. Тем более, что молодежь наша удивительная, это просто наше чудо, которое учителям как бы было дорого. Провод, мы делаем правильно все. Это значит, что мы все делаем правильно. Что она, в общем, в своем большинстве, она поддержала то, что сейчас делает президент, то, что сейчас делают наши парни там, в спецоперации. И у них, как бы, так сказать, даже есть некий определенный духовный подъем. И им надо дать, помимо вот этого духовного подъема, который не мы дали, на самом деле, по большому счету. Это, я считаю, это чудом просто. Вот таким боговдохновенным чудом. Нам нужно под это дело, нам нужно соответствовать этому делу. Нам надо дать им знания, надо дать этот базис. Полный контакт с Владимиром Соловьевым. Вести СТРФМ Первые о главном Первые о главном